ребятки всем привет с вами до воды мы сейчас мы находимся в магазине ротана shop который находится по адресу микрорайон 10 7 а и сегодня как вы уже успели заметить у меня вот такой вот боксик под названием бруска нет это не твоя бывшая но это продукт который некоторыми моментами очень интересен давайте посмотрим что у нас есть в этом боксе и потихонечку я вам расскажу про что я прокурил какие вкусы топовые как правильно все это забить чтобы получить максимум от данного продукта и конечно же поговорим о его минусах и непонятных маркетинговых ходах которые используют бруска на своих упаковочках вот такой вот боксик из-под обуви в таких обычно хоронят хомячков да что у нас здесь есть первым делом нам бросается вот такая вот брошюрка очень яркая очень интересная она заламинирована и давайте посмотрим что компания бруска про себя пишет кальянная смесь изготовленная на основе волокон суданской розы на нахуй а мы-то думали что это чайная смесь и хотели сравнивать с другими чайными смесями чтобы понять насколько бруска лучше либо хуже других продуктов из своего сегмента а бруска сделали намного интереснее они заебинили из суданской розы вы знаете что такое суданская роза я тоже не знаю что такое суданская роза поэтому за них и не спросишь продукт отличается отменной дымностью и жаростойкостью сбалансированным вкусом и крепостью что касается дымности как раз таки посмотрим что суданская роза даст и намного ли она пизже чем чай кальянная смесь бруска отлично сочетается с табаками так и с чайными смесями то есть бруска у нас дружит со всеми этот такой знаете миротворец который с удовольствием подкрасит любой табачный бренд либо другую чайную смесь маленькая рекомендация как все это правильно забить и как об этом пишет производитель перед забивкой смесь необходимо тщательно перемешать чтобы сироп был равномерно распределен по всей смеси это мы конечно знаем мы не долбоебы для работы со смесью нужно использовать как фольгу так и call out можно использовать укладывать смесь чашку можно любым привычным способом смесь термоустойчиво и легко восстанавливается после перегрева рекомендуется разогреть с помощью 3 25 или 4 22 в течение пяти десяти мать вашу минут то есть я элемент столько не грею сколько бруска мне предлагает ихнюю ливанскую розу греть я просто не знаю но мы наверное так и сделаем но мы возьмем 4 25 на каллауде и все это будем греть 10 минут если все что здесь написано является правдой и производитель ни капельки не преувеличивал то можно смело сказать остальным идите нахуй вот идеальный продукт брошюркой мы закончили у нас здесь есть вкусы а шоколад с мятой кокоса льдом апельсин с мятой короче я вот так вот сделаю а вы можете поставить паузу и соответственно посмотреть какие вкусы есть у этого продукта на что я обратил внимание во время прокура это то что есть охуительные вкусы это ягодная хвоя я ее попробовал это дыня с кокосом и карамелью это капучино и манго со льдом который почему-то многие хвалят но ребята сказали что это полнейший шлак вот они сидят там на диване и говорят типа да вы это говно так еще мне очень понравился такой вкус как печенье с бананом очень прикольно прям чувствуется найти терпкость так банановой именно печенька как будто такая песочная ну и конечно же мне очень понравился вкус ледяная смородина давайте посмотрим теперь немного про баночки и здесь есть некоторые интересные моменты которые меня немного смутили и я немного не понял такого маркетингового хода баночка идет нестандартная нестандартные кремовые банки она очень так стиле стилизированная то есть она вся в принтах она даже текстуристая здесь у нас написан вкус написано линейка и громаж вся информация абсолютно есть инстаграм не инстаграма qr кодики и штрих кодик это очень удобно когда на банках и штрих код потому что в магазинах их легко собственно ну пикать назовем это так вот здесь а скроется самое интересное срок годности пять лет как бы да обычно как люди привыкли говорить что у табака в принципе нет срока годности к не считая конечно если ты нашел где-то выебанном подвале у себя в гараже а какую-то пачку разъебанного альфахера туда там стоит задуматься курить это или нет а если у тебя табак лежит в шкафу то на протяжении двух-трех лет то ничего страшного его можно смело забивать главное чтобы он не был уже сухим и просто не превратился в говно после вскрытия рекомендуется использовать в течение 10 дней вот тут и ебать какая заминочка если производитель это просто для прикола написал преследуя мысль того что чтобы люди быстрее скуривали их продукты быстрее его покупали новое как делает молоко либо кефир который говорит что он там после вскрытия он годен примерно там сутки то здесь я считаю это дикий проеб это сразу ставит крест этого продукта на хореки поэтому здесь нужно разобраться написать производителю и узнать что же это значит пять дней после вскрытия обычно после пяти дней после вскрытия людей хоронят а как с табаком непонятно давайте мы сейчас выберем какой вкус мы покурим пойдем его забьем перегреем и начнем его раскуривать и посмотрим про все его характеристики во время курения которые так расхваливает производитель давайте 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 достал вкус вот вкус мы будем курить чизкейк да покурим чизкейк посмотрим какой чизкейк он реально чизкейк или это обычная самая дешевая кондитерская аромка так собственно брусочка у нас уже занял эту позицию на заднем фоне и мы его грели где-то наверное минут восемь на четырех углях из этих восьми минут четыре минуты он постоял под колпаком и я в какой-то степени долбоеб думая что это реальная роза реальный волокна в этой ливанской розы на самом деле это чай каркаде вот так вот маркетинг блять давайте погнали умру нет нет все равно похоронят на родине крепости с первой тяги не почувствовал и могу сказать что нихрена не прогрелась возможно я сейчас раскуриваю и мысли о том что я раскуривают табак я вам напомню что вкус у нас чизкейк и из пачки с баночки чизкейк вонял просто мама не горюй как старый старый химозный дафт который был в пакетах но во время курения сейчас я понимаю что этот чизкейк довольно таки свежий очень очень мягко курица скорее всего потому что это не табак и по крепости по крайней мере я вообще ничего не чувствую до курица прикольно здорово аромка дымность по крепости очень слабо вообще то есть никак аромка прям бомбит вот прям аромка прям бомбит если вы не из категории бать убей меня 12 из 10 хочу откинуться блять то в самом раз то есть вы просто приходите подымить то в сам раз и плюс учитывая как сейчас есть чизкейк открывается то можно смело сказать что я бы попробовал бы какой-то из этих вкусов забить с дафтом либо с черной линейкой хайпа и получил бы просто наверно неебически яркий микс я вот сейчас себя чувствую долбоебом знаете в чем я вот затягивать и думаю сейчас вот этот момент будет да вот крепость немного по горлу пройдет этого не происходит подымности здорово на самом деле очень хорошо ладненько давайте теперь подойдем к общим оценочкам к общему моему мнению и немного наверное объективному мнению понравилась баночка понравилась упаковка понравилась брошюрка понравился маркетинг а понравилась консистенция добавить консистенция чайной смеси а да она не сильно жидкая на ней сухая то есть ровно по серединке как надо а по крайней мере колба у меня сейчас чистая на не текет а что касается еще плюсов а прикольная аромка она очень яркая и на других вкусах которые я пробовал тоже очень ярко и на других вкусах тоже очень ярко мне понравилось том что это чайная смесь очень легенькая то есть ты ждешь чего-то такого мощного но этого не происходит очень спорный момент вызывает надпись после вскрытия срок годности 5 дней это минус сразу хареки потому что эту надпись надо убирать если это не так если это просто придуманный маркетинговый ход то он очень плохой а по дизайну по всяким картиночкам тоже очень здорово очень ярко целом моя оценочка учитывая что это не табака чайный лист а чай я не очень сильно перевариваю то отталкиваясь от других чайных листов других кальянных смесей это очень хороший продукт который многие может дать фору но также как говорится вкусовщина ребяточки будет возможность обязательно купить и попробуйте и уже напишите мне в личку что вы думаете о данном продукте я с удовольствием выслушу ваше мнение поэтому это бруско это ротана шоп 10 микрорайон 7 обязательно забегайте здесь очень светло и красиво так что пока пока и Продолжение следует...